сегодня мы с вами научимся набирать петли изумительным способом набора это фабричный итальянский наборный способ для резинки 1 на 1 и для резинки 2 на 2 одновременно я проанонсирую 2 своих новых работы и так я начала вязание жилета из коралловой мериносовой шерсти нитка потрясающая попробовала вязать и не могу остановиться но очень дорого покупать такую нитку в магазине здесь вот посмотрите я выполнила набор итальянский для резинки 1 на 1 как это выполнять я вам сейчас подробно покажу способ этот очень эластичный аккуратный смотрится он почти как фабричный я думаю что если вы научитесь набирать петли вот таким вот способом то вы не пожалеете теперь я вижу комплект вот из такой вот яркой васильковой пряжи и здесь у меня способ набора опять-таки фабричный итальянский набор но для резинки 2 на 2 смотрится она не менее эффектно также эластичная резиночка вот посмотрите какая аккуратненькая смотрится великолепно фабричный край не отличишь поэтому я рекомендую вам обязательно досмотреть мое видео до конца и научиться так выполнять такой набор очень прошу друзья не игнорируйте мои видео уроки пользуйтесь применяйте своей практике все бесплатно помните друзья завтра может быть уже поздно а вы не посмотрели и не научились поэтому досмотрите мой мастер-класс до конца обязательно поставьте лайк или дизлайк напишите комментарий под видео словом помогайте продвигать мой канал сейчас мы с вами наберем петли сколько петель нужно набрать для этого изделия примерно 46 сантиметров чтобы хорошо проходила голова чтобы не было узкой и в то же время чтобы воротник не очень был широкий и так наберем сто восемь петель я буду набирать итальянским набором на одну спицу потому что я на круговые спицы не рискую набирать и так смотрите внимательно первую петлю мы закрепляем как обычно вот таким вот образом сделали первую петлю теперь располагаем не вот так вот как мы обычно смотрите этот палец остается как всегда нитка лежит на нем вот так идет она снизу обхватывает палец и лежит на пальце таким вот образом видите да а это нитка не вот так вот снизу а изнутри мы вводим палец и посмотрите внимательно как у нас лежат нити теперь спицу мы заводим под нашу левую нитку затем захватываем спицей правую нитку выводим петлю опять таки из-под низа вот так вот это первая петля но не считая вот этой вот кромочной теперь заводим спицу снизу под правую нитку далее захватываем левую нитку вот таким вот образом и выводим петлю это вторая петля показываю еще раз первая петля под левую нитку заводим спицу захватываем правую нитку сверху вот так вот и снизу выводим петлю вторая петля под правую нитку снизу заводим спицу вот так вот теперь ведем ее аккуратненько сверху вниз захватываем левую нитку и выводим петлю вот это пар называется парные петли сейчас несколько раз мы попробуем набрать попробуйте набрать вместе со мной и у вас все получится смотрите внимательно первая петля вторая петля первая петля вторая петля вторая петля и так далее набираем петли 108 петель посмотрите пожалуйста что должно получиться в результате вот наши парные петли одна петля с узелком а другая просто как накид смотрится видите да вот раз два раз два раз два раз а вот эту девятую 109 петлю я просто закрепила как обычно связала ее вот таким вот образом вот так вот связала это для замыкания в круг у меня петля если вы вяжете какое-то другое изделие и вам понадобился такой способ набора то набирайте свое количество петель и теперь мы поворачиваем вязание на другую сторону берем уже круговые спицы и начинаем вязать вот этот вот ряд первую петлю я снимаю не провязывая с ним сняла теперь смотрите внимательно вторая петля после кромочной назовем ее кромочной условно она смотрит вот этой стенкой стенка это лежит как бы справа эту петлю она изнаночная у нас видите она выглядит как изнаночная мы ее снимаем не провязывая нить перед работой так следующая петля у нас лицевая видите она к нам на нас смотрит как лицевая петля мы ее провязываем лицевой дальше то же самое вот эту петлю как изнаночную мы снимаем не провязывая нить перед работой а эту петлю провязываем лицевой и вот так вот мы должны провязать до конца ряда это у нас первый ряд полой резинки лицевая изнаночную петлю снимаем нить перед работой еще раз лицевая изнаночную снимаем нить перед работой ну и так далее я довязываю первый ряд полой резинки предпоследняя петля у нас изнаночная и я ее снимаю не провязывая нить перед работой а вот эти две петли последнюю и первую я сейчас провяжу просто вместе лицевой провяжите любым способом каким вам удобно так например лицевой скрещенной провязала теперь здесь я навешу маркер начала ряда и дальше буду вязать уже второй ряд сначала 2 ряда вернее второй ряд у меня начинается с изнаночной петли я ее снимала не провязывая нить было перед работой теперь я ее провязываю изнаночной петлей следующую петлю лицевую я снимаю не провязывая и нить у меня за работой далее изнаночную провязываю изнаночной лицевую снимаю нить за работой изнаночная петлю снимаем нить за работой в принципе тут все понятно да ничего сложного возможно немножечко плохо видно но я озвучиваю а вы вникайте лицевая петля и изнаночную вернее лицевую снимаем не провязывая нить за работой и изнаночная петля лицевую снимаем изнаночная петля довязывая второй ряд лицевую петлю снимаю не провязывая за нить за работой изнаночная лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываю изнаночной и вот так вот я довязала до конца второй ряд в конце ряда у меня лицевая петля которую я снимаю не провязывая и нить за работой маркер перебрасываем теперь начинаю вязание 3 ряда так посмотрите друзья что у нас получилось в результате провязывания двух рядов вот видите да четкий наборный край теперь мы должны провязать резинкой 1 на 1 3 ряд вяжем изнаночную петлю изнаночной лицевую петлю лицевой изнаночную петлю провязываем изнаночной лицевую лицевой изнаночная лицевая это раппорт узора лицевая изнаночная резинка один на один состоит из двух петель это лицевая и изнаночная петля до вяжем третий ряд самостоятельно и в четвертом ряду мы уже перейдем на вязание другого узора довязали третий ряд последняя петля у нас лицевая маркер перебрасываем друзья мы с вами провязали три ряда наборного края этот край как я уже вам говорила называется фабричный итальянский набор вот что в результате у нас получилось аккуратный эластичный набор петель мы с вами сделали теперь вы можете продолжить вязание резиночки один на один если вам так нужно но я сейчас буду вязать просто платочную вязку весь свой воротник я буду вязать платочной вязкой платочная вязка это у нас первый ряд лицевые петли второй ряд изнаночные поскольку мы вяжем с вами по кругу если мы вяжем поворотными рядами то платочная вязка полностью вся вяжется состоит из лицевых рядов то есть все петли и в лицевом и в изнаночном ряду провязывается лицевыми ну а поскольку мы с вами вяжем в круговую то естественно нам нужно лицевые петли в первом ряду провязать а во втором мы должны их поменять на изнаночные сейчас я вам это покажу пока вяжем первый ряд лицевыми петлями мы довязываем первый ряд и это у нас лицевые петли как вы помните мотив узора состоит из двух рядов первый ряд лицевые петли второй ряд изнаночные петли это у нас маркер начала ряда и мы начинаем вязание второго ряда второй ряд мы вяжем изнаночными легко просто без заморочек повторюсь еще раз узор простой всем вам знакомый единственное что на стыке рядов вот эту вот ступеньку которая здесь образуется ее можно ликвидировать с помощью поднятия протяжки и провязывания 2 вместе но я это не делаю единственное что я могу вам посоветовать если вы не хотите чтобы у вас был вот такой вот переход то пожалуйста в этом месте вы можете повернуть вязание и вязать поворотными рядами то есть все ряды вы будете вязать лицевыми и тогда у вас будет петля с обвитием вот здесь вот и за счет этого у вас вот этой вот ступеньки не будет но мне такой результат не суть важен я буду вязать как есть и продолжу вязание и свяжу нужной высоты свою резиночку друзья мы с вами провязали три ряда наборного края который называется фабричный итальянский набор я вам только что об этом уже говорила значит еще раз напомним сначала мы набрали петли я вам показывала как далее мы провязали первый ряд полой резинкой где мы лицевую петлю провязывали лицевой а изнаночную снимали не провязывая нить перед работой далее второй ряд мы вязали лицевую петлю снимали не провязывая нить за работой а изнаночную провязывали лиц лицевой и третий ряд мы провязали просто резинкой 11 дальше мы продолжаем вязание как нам хочется кто-то вяжет резинку один на один кто-то вяжет платочную вязку кто-то вяжет любой другой узор но многие хотят знать как перейти от вот этой вот резинки на резинку 2 на 2 то есть набрать вот таким вот итальянским набором итальянским способом набора петель а затем вязать резинкой 2 на 2 и сейчас я вам это покажу показывать я буду на примере вязания шапочки резинкой 2 на 2 и сейчас мы с вами возьмем другую нитку другие спицы и начнем вязание этой шапочки ну вернее сначала мы наберем петли а дальше вы будете вязать на свое усмотрение оставайтесь на канале друзья сейчас мы с вами на одну спицу я всегда когда выполняю итальянский набор я беру одну спицу поскольку на круговых спицах у меня перекручиваются петли ну вы можете вязать на круговых спицах и так для своего изделия я сейчас наберу девяносто шесть петель число кратное 8 и плюс одна петля для замыкания в круг первую петлю я закрепляю как обычно те кто смотрел мой предыдущий мастер-класс по вязанию резинки 11 вернее нам наборный край для резинки 11 вы видели что первую петлю я закрепляю а далее смотрите внимательно эта нитка лежит у нас как обычно на пальце сзади она обвивает палец а вот этот вот вот эта нитка нет него так вот мы заводим палец и вот с этой стороны а наоборот изнутри заводим палец и посмотрите внимательно вот так вот лежат наши нити вот вот это у нас левая нитка а это правое первую петлю вернее первую парную петлю мы выполняем следующим образом мы спицу заводим снизу под нить далее захватываем правую ниточку и выводим петлю снизу так если не считать вот эту петлю это у нас первое раз а вторая пара мы наоборот снизу заводим спицу под правую нитку и захватываем левую нитку и выводим петлю так 2 то же самое сначала под левую нитку заводим захватываем правую и выводим петлю раз и еще одна петля заводим снизу под правую нитку и захватываем левую нитку и выводим петлю конечно же показывать на камеру вязание вот этой вот длинной спицы и неудобно поэтому прошу меня простить еще раз заводим под левую нитку спицу захватываем правую и выводим петлю так и вот так вот мы вяжем до конца ряда теперь под ли правую спицы нитку заводим спицу захватываем нитку и выводим петлю вот мы провязали пар пару две петли первая и вторая теперь мы продолжим вязание до конца этого ряда и наберем нужное нам количество петель плюс одна петля для замыкания в круг продолжим мы набрали 96 петель и 97 петля мы ее выполнили обычным способом как бы закрепили ряд теперь смотрите внимательно у нас что у нас получилось вот наши парные петли что из себя они представляют одна петля вот так вот с узелком а другая просто как накид выглядит узелок накид узелок накид узелок накид вот так вот у вас должно получиться такое имеет внешний вид наш наборный край теперь поворачиваем вязание на другую сторону ну поскольку это у нас одна спица и теперь я беру круговые спицы нужного мне размера и начинаю вязать первый ряд значит первый ряд я снимаю первую петлю не провязывая в конце ряда вот эту вот петлю я буду провязывать с последней петлей теперь вот эта петля считается у нас изнаночной она смотрит на нас вот так вот вот этой стенкой правой смотрит на нас так эту петлю мы снимаем не провязывая нить у нас перед работой как изнаночную снимаем нить перед работой а эта петля смотрит на нас вот этой вот стенкой левой стенкой то есть наоборот это лицевая петля мы ее провязываем лицевой так провязали теперь следующая петля у нас опять изнаночная видите она правой стенкой смотрит на мы ее снимаем не провязывая нить перед работой далее лицевая левая стенка смотрит на нас так провязали лицевая теперь опять изнаночную снимаем не провязывая нить перед работой и лицевая петля продолжаем вязать изнаночную снимаем нить перед работой лицевая Продолжение следует... Довязываем первый ряд. В конце ряда предпоследняя петля у нас изнаночная, мы ее снимаем, не провязывая нить перед работой, а вот эти вот две петли мы провяжем лицевой петлей с наклоном влево. Провязали. Все, мы с вами довязали первый ряд. Теперь навешиваем маркер начала ряда. Вот так вот навесили маркер и начинаем вязание второго ряда. Во втором ряду, это второй ряд полой резинки, мы должны изнаночную петлю провязать изнаночной, а лицевую мы снимаем, не провязывая нить за работой. Изнаночную провязали изнаночной, а лицевую снимаем нить за работой. Итак, изнаночная, снимаем нить за работой и продолжаем до конца вязание второго ряда. Аккуратненько, петля за петлей провязываем этот второй ряд. Довязываем второй ряд. Последняя петля у нас лицевая, мы ее снимаем, не провязывая нить за работой. Маркер перебрасываем. Итак, мы с вами провязали два ряда полой резинки и вот результат, что у нас получилось в результате. Вы видите, теперь в третьем ряду нам нужно будет формировать резинку 2х2. Здесь будьте внимательны. Первую петлю мы провязываем изнаночной. Вот как она лежит, так мы ее и провязываем. Дальше. Вот эту петлю нам нужно поменять местами вот с этой. И лицевая петля должна быть у нас сверху. Мы ее снимаем, не провязывая. Дальше провязываем изнаночную за заднюю стеночку. Теперь спицу левую вводим в снятую лицевую петлю и меняем петли местами. Для этого мы петлю снимаем аккуратненько и надеваем ее на правую спицу. Вот так вот. Таким образом у нас на правой спице образовалось 2 изнаночных петли. Так вот. Смотрите, 2 изнаночных петли. Дальше мы провязываем лицевую петлю и следующую также лицевую петлю. Вот вам и резинка 2х2. 2 изнаночных, 2 лицевых. Дальше мы провязываем изнаночную петлю. То есть начало раппорта изнаночная. Теперь эту петлю мы снимаем, не провязывая на правую спицу. И дальше провязываем вторую изнаночную петлю. Теперь точно так же меняем петли местами. Вот так вот. Поменяли местами. И провязываем 2 лицевых петли. 1, 2. Все. Второй раппорт провязали. Дальше то же самое. 1 изнаночная. Затем петли меняем местами. Первую петлю снимаем, не провязывая. Она у нас перед работой. Дальше провязываем изнаночную. Теперь эту петлю аккуратненько, вот таким вот образом, смотрите, мы снимаем со спицы. Смотрите, вот так выводим очень аккуратно спицу и подхватываем петлю. Вот так. И провязываем 2 лицевые петли. 1, 2. Все. Давайте еще разочек, без комментариев я провяжу. Вы запоминайте. Вот таким вот образом постепенно мы с вами довязали третий ряд. И у нас сформировалась резинка 2х2. Вот, посмотрите. И сейчас мы уже в четвертом ряду просто вяжем наше изделие. В данном случае шапочка. Ну, а у вас, смотрите, это может быть и свитер, и джемпер, все что угодно. Сначала раппорта у нас 2 изнаночных. Далее 2 лицевых. Ну, и так далее. 2 изнаночных, 2 лицевых. Словом, мы с вами вяжем резинку 2х2. Сейчас провяжу вот эти вот несколько петель и покажу вам результат. Посмотрите, вот такая у нас получается резиночка 2х2. Вот такой наборный край. Продолжение следует...